Это передача «Время арт», как обычно, мы говорим об искусстве. А должно ли оно быть загадочным и даже мистическим, или все же очень открытым и дарить тепло и позитив? Об этом у Камина поговорим с моим гостем, с азербайджанским художником Бугаром Али. Бугар, как вам кажется, почему картины в мистическом стиле настолько притягивают внимание людей? Причем часто людей, которые далеки от искусства. Не каждую работу можно считать его мистическим, и как можно их определять? То есть это чисто и может быть мнение о людях или зрителей, которые они сами создают вокруг него. Либо бывают на самом деле какие-то картины, и пройдя какое-то время, в нем какие-то начинают выявлять свои или позитивные, или негативные энергетику. Чисто энергетическое поле. То есть искусство, оно и есть, само по себе носит с собой энергетику. Либо она позитивная, либо она как воспринимает человек его. От чего это зависит? Почему вот Монна Лиза, до сих пор, смотрите ли, ведь Лувра говорят, люди падают в уморок, когда долго смотрят. Ну, не очень так можно его воспринимать. То есть есть научные обоснования, есть более мистические обоснования. Для некоторых она и есть просто простая картина. Для некоторых. А есть, которые на самом деле играет где-то какие-то энергетические моменты. Это не только в живописи, это и есть в литературных романах, например, Булгакова «Мастер Маргарита». У нее есть и другие произведения, но именно «Мастер Маргарита» – это затронутая тема, наверное. Или художник что выложил туда. И это процесс, который между художником и холстом создается, вот этот момент. Это непредсказуемый. Передача какой-то энергетики своей? Ну, естественно, да. А вот писатели-фантасты близки художникам? Ведь многие из них в своих произведениях пророчили многие вещи, предсказывали. Все равно человек, если творец, не имеет значения он писатель, композитор или художник, или режиссер, они могут подключиться к какой-то каналу, и они заранее предсказывают какие-то моменты, или предыдущий сюжет, или какое-то действие. Но время сама определяется. В это время им никто не верит. А вы в своих картинах пророчествуете? Я не могу об этом досконально про себя вот это, то есть моменты сказать. Наверное, этот зритель может определять, и зрители, есть мои зрители, которые, на самом деле, они любят именно эту тематику. Ну, я вот знаю очень интересную историю о вас, ну, может быть, не мистическую, но достаточно загадочную. Я говорю о гранатовой серии. В искусстве я символизирую гранат как плод мира. Это символизирующее... То есть внутри там это мир. Да, это символизирующее письмо людям. Для меня оно существует. Там каждое зернышко для меня, это символика людей, которые между собой носят какой-то канон. И между ними, которые... Вот пленки и вся эта система, когда его раскрыть и посмотреть вид сверху, там есть кристаллографические сеточные системы. Она, несмотря на то, что ни один зернышко друг друга не повторяет, они не штампованные, но... Это как люди? Это как люди, символ людей. Там есть... Никто друг другу не мешает. Там есть какая-то загадочная система. Загадочная система. Для меня она не так, как фрукт. И у нее есть специфический вкус, там, не знаю. Но для меня она очень символ мира. Символ вселенной, не только мира. У меня, когда вот появился эта тема, я впервые написал не только гранат. Там было с граната, с коронки, выходящая вот эта, то есть фея какая-то девушкообразная. И вот это очень интересно. Она у меня не во сне приснился. Она просто, когда я начал писать, она вдруг появилась. И вдруг ко мне пришло письмо, что откуда у вас появилась эта идея. То есть она в точь-в-точь изображает какого-то сказки, детского сказки, персонажа. Эта детская писательница была с Эстонии, с Прибалтики. Она написала на основе древнекарфагенской сказки граната и фея. А я его по-своему назвал Наргеля. Они мне написали письмо, что вы участвуете участник конкурса, и она соответствует то, что написано книге, то есть детскую сказку. Откуда вы знакомы или откуда вам... То есть это твой образ уже был? Был, но это было как-то космический связь. Я не знаю, что мы друг друга не знали. У нас не было никакой дружеской отношения, никакой. И мы переписывались, она мне отправила написанную сказку. Я прочитал его. На самом деле, это один к одному был образ, созданный мной, эта картина. Гранатовая фея, да? Еще пройдя через неделю, со мной начал... Ко мне поступило письмо с Эстонии. И когда-то уехавшаяся в Эстонию именем Наргеля, она купила эту картину. То есть она стала первой владельцей этой картины. Я, конечно, не могла не показать зрителям несколько картин из этой серии. Может быть, это то, что очень понравилось мне. Держите. Как появилась эта картина? Эта картина называется «Дерево любви». То есть она дерево. То есть не такая дерево, как мы с натуры видим. Тут собраны фрагменты, элементы в виде дерева. То есть не нарисовано, а собрано. Композиция сама, вот сама это... То есть дерево собрано из разных нереальных частей. Нереальных, но откуда они приходят? Художнику откуда они приходят? Во сне этого воображения? Нет. Изучение символики, изучение миниатюр, изучение ковровой системы. То есть она не просто так появилась. Тут даже она может характеризовать какое-то мистическое дерево. Это потом выявляется. А когда чисто грамотно изучаешь разных форм, деформации, стилизации, разные символики и по принципу миниатюры, когда начинаешь это создавать, там, естественно, начинается один плюс один, не два, а три. Ангел, державший в себя мир. Я не знаю, этот как-то подсознательно у меня появился. Даже художник, есть вещи, которые он может объяснять, объясняет. Я могу объяснять использованный жанр реализма, анатомическое строение, то есть цветовая гамма, зимний, то есть холод и теплота. Красота всегда спасет мир под названием. А суть? Ангел держит мир. Миру нужна поддержка человеку? Да. Мир должен поддержку. Человеческой теплоты. Вы пытаетесь это передать в картинах? Наверное, да. Очень интересно, то есть, что ваше... Для меня стал сюрпризом показать мои картины, даже это все неожиданно. И связь, и вопросы, которые связаны с гранатом. Да, в этом картина тоже есть свои мистические моменты, которые... Наверное, это взгляд, который я создал здесь. Симподиум в Могилеве. Каким вы увидели этот город? Каким захотелось вам его показать? Ну, естественно, я в Могилеве впервые. В Беларуси я впервые. Для меня было это открытие. Здесь очень историческое памятник, музеев, сама природа, люди, время. А что вы выбрали для... Для своего картины я выбрал, конечно, не исторический памятник, ни церковь, ни музей, ни здание. А что? И звездочет. Звездочет. Звездочет? Почему звездочет? Потому что, несмотря на то, что его создал автор этого скульптуры, это я знал, что его создали, и еще это, может сказать, почему-то я его сделал. То есть, это же есть автор, скульптор. Я, побывая по городу, когда я ходил, и до этого просматривал, то есть, куда я еду, интересовался, мне она очень подействовала, потому что там есть связь с галактикой. Обычно звездочета мы знаем, насколько я знаю, в сказках, это восточных сказках, бывает в каком-то чалме, там халат волшебный, связь с космосом, со звездами. А вдруг я вижу здесь звездочета, и она очень такая динамичная в исполнении. Кроме того, там есть часовая, часов, то есть теновая часовница. И зодиак. Знаки зодиака. Да, знаки зодиака. Эта композиция, это ансамбль, и у вас, я настолько заметил, в Могилеве, очень красивые облака. Они как будто поддерживают природу и самого вот этого архитектурного здания. Столько я здесь фотосъемки сделал, мне очень просто их графические моменты, очень понравился. Эта скульптура, на самом деле, носит какие-то там энергетические действия. Вот вы выбрали звездочета, это опять же очень близко к нашей теме сегодня. Ну да. А вот где больше мистики, в Могилеве или в Баку? По всему миру она есть. И мистика, и сама вот эта, то есть, в каждом человеке она есть. Все же для вас важнее загадочность или позитив? Позитив. Позитив. Позитив прежде всего. Позитив прежде всего, который позитив дает человеку стимулу, дает человеку любви, надежды. И вам хочется его дарить другим? Конечно. Мы все люди должны друг другу. Чем? Финансы нет. Мы должны друг другу оказать какой-то помощь, улыбку. Не обязательно ждать от кого-то. Но ты сам впервые выявляй, и этот тебе принесет больше. Потому что что мы дарим, того больше от Вселенной мы получаем. Если мы букет цветов бросим его на небо, на нас цветы будут падать. Огромное спасибо. О мистике, загадочности и позитиве в искусстве мы говорили с гостем из Азербайджана, художником Вугаром Али. Здравствуйте. В эфире передача «Время. Арт». Сегодня мы говорим об искусстве, о жизни и о том, что же понятнее для нас – искусство, жизнь или что-то в искусстве. У нас в гостях известный художник из Украины Инна Пантелеймонова. Инна, вы участвовали во многих выставках и на Украине, и у нас, и за рубежом, в Париже были. Иногда встречается, что люди приходят на выставку, не только, допустим, на вашу. Эта работа понятна, эта работа непонятна. Или этого художника я понимаю, а этого нет. Почему так происходит? В чём суть такого отношения, допустим? Все люди разные. Все люди разные, разные художники, разные зрители. И у каждого человека разное наполнение. Кто-то открыт для восприятия чего-либо, кто-то не открыт. И вот задача художника, мне кажется, помочь человеку настроиться на ту волну, чтобы воспринять искусство. Чтобы начать его понимать. То есть художник объясняет и своим творчеством, и объясняет своё же искусство словами, насколько это возможно. И вводит человека в этот мир, искусство. Потому что я вообще считаю, что это необходимо каждому человеку стараться понять. То есть очень плохо, когда человек проходит мимо картины и говорит, вот я этого не понимаю, я пойду смотреть. И не останавливаясь, просто пошёл. Да, я пойду в музей, где там понятные цветочки деревьев, и мне это приносит удовольствие. Да, конечно, реализм – это огромный пласт, это огромная база, на основе которой учатся и современные художники. И прежде чем прийти к своему направлению, к своему стилю, почерку, нужно овладеть классической манерой. Основные классики. Да, но потом, если всё время оставаться в таком реализме, то возникает ощущение, что находишься в каком-то замкнутом пространстве. Потому что, видимо, не зря художник рождается в то или иное время. Я родилась в это время, когда уже придумано практически всё. есть, значит, я родилась художником для чего-то. Для того, чтобы открыть ещё что-то новое, дать развитие, расширить те знания, которые уже есть, то есть своим творчеством, своим взглядом. Ну и так приходишь к своему стилю. И благодаря таким выставкам, благодаря выставкам можно помочь зрителю начать понимать искусство. Ведь искусство, для чего оно вообще нужно? Вот это, мне кажется... Чтобы открыть мир или себя? Открыть и мир, помочь, направить взгляд зрителя в нужное русло. Но открыть себя, это безусловно, у нас это стимул, конечно, стимул для художника, самовыражение. Это через себя пропуская, выплеснуть на холст, в данном случае, в моем случае. Но это как настройщик для музыкального инструмента. Для вас холст в чем-то как музыкальный инструмент получается, так? Можно это выстроить? Художник, он как настройщик для зрителя. То есть своими картинами он помогает человеку почувствовать себя, почувствовать свою душу, зрителя душу. Как-то по-другому начать воспринимать многие вещи, раскрыть глаза на что-то. А приходилось вам, скажем, на выставке или даже в мастерской, допустим, кто-то пришел, и вот я не понимаю, приходилось объяснять что-то. И видели вы, что человек прозревает во время этого объяснения? Такое было, да? Я стараюсь передать те, я стараюсь вообще в картинах передать свои эмоции, свои мысли и максимально точно. Названием, подчеркиваю, для меня название очень важно, потому что другой раз человек смотрит на картину, название помогает. Он добавляет смысла к тому, что на холсте, да? Если и это не помогает человеку, уже спрашивает меня, что вы хотели этим сказать, то, конечно, объясняя на словах, насколько я могу словом владеть, то приходится. Главное, чтобы у зрителя был интерес, чтобы он был открыт к пониманию. Приходилось вам, скажем, работы других художников, комментировать, или кому-нибудь рассказывать, чтобы не отбрасывали люди, не отрицали это. Иногда же это, насколько я знаю, до какого-то отрицания доходит. Ну, отрицание – это что человек отрицает. Не каждый, конечно, человек. Но тот человек, который отрицает, он отрицает непонятное. Отрицает то, во что ему не хочется углубляться, что не хочется изучать. Он не понимает, что это интересно уйти, постарается познать другой мир. Та же самая абстракция. То есть нужно читать, нужно ходить на выставки, нужно иметь желание увидеть что-то новое, нужно иметь желание понять, чем она ценна. Ведь не случайно она существует, не случайно многие люди восхищаются. И многие художники в абстракции других творцов, художников находят тоже вдохновение. Зритель должен работать над собой, получается, так? Конечно, безусловно. То есть мы, художники, помогаем в этом. Но зритель должен работать над собой. Это учеба, это труд. Если зритель говорит, что мне вот это непонятно, мне это не близко, или мне это не нравится, и это художник сделал просто, чтобы самовыразиться, или просто, чтобы как-то поизгаляться, как иногда говорят, то с этим соглашаться не стоит категорически, так я понимаю. Конечно, это не стоит соглашаться с этим, потому что человек должен развиваться, должен усовершенствоваться, должен интересоваться другими какими-то видами деятельности, искусства, чтобы таким образом обогащаться. Когда он отрицает, то ну что, ну это ступор, это остановка. Ну, говорит иногда, допустим, говорят, что вот это чуть ли не детский рисунок, там известная совершенно работа. Ну, а стоит почитать об этом как-то, поинтересоваться, а чем это цель? Тем более в интернете можно найти… Сейчас, да. На любой вопрос этот ряд находится. Я понимаю, во время учебы реализм, да. В конце концов, этого достаточно, нужно куда-то дальше идти, как художнику. В конце концов, через символизм вы пришли даже к абстракциям, к альбому. А вот почему? Это же длинный внутренний, наверное, путь какой-то. Можно объяснить какую-нибудь абстракцию? Вот у нас работа есть с этого альбома. Да, у меня есть… Я параллельно веду в своем творчестве две линии. У меня есть абстрактная линия, линия этносимволизма, так я называю свой стиль. Более… Более… Там больше реализма, скажем так. Это то, что у вас сейчас в основном на сайте пока есть, да? Да, да, да. То есть я даже разделила на две… Два альбома, как вы сказали. Почему? Вот меня потянуло в абстракцию. Потому что часто фигуратив, реалистичное изображение, они мешают передать эмоции, чувства. То есть они отвлекают внимание. Вот эта вот обусловленность, она отвлекает внимание. А мне хочется передать непосредственно вот пятнами, линиями своей эмоции, композицией, чтобы не было такого, ну, рассеивания, скажем так. Мне даже можно сказать, что абстракция – это более точный такой способ передать вот свое внутреннее состояние, чем… Вот у нас, по-моему, картина была «Фонтан», кажется, да? Эта картина называется «Джаз». Это… Ну, ее можно увидеть на моем сайте в интернете. Это была также на симпозиуме в Одессе, где была задана тема «Музыка в абстракции». И вот все художники писали… А, то есть на тему прямо картины? Да, да. Все художники писали серию работ на тему музыки. Вот как абстракции можно показать музыку. И вот у нас… Мы тогда ходили и в оперный театр, и на джазовые концерты, и потом с помощью вот живописи показывали свои вот свои впечатления. Эта работа называется «Джаз», так как… Ну, свои эмоции, свои впечатления. Вот как фонтан, да, из чего-то яркого, энергия, красный цвет, То есть получается, что если автор поставит перед собой цель нарисовать какую-то тему, то в абстракции, в абстрактном, ну, абстрактным способом, если можно так сказать, это сделать проще, чем реалистично как-то. Ну, то есть нарисуй музыку. Вот вы попробовали нарисовать джаз. Да, зачастую чувства, эмоция легче в абстракции передается, конечно, за счет, ну, тоже грамотного сочетания этих цветов, композиционного сочетания пятен, цветов, линий, вот подчеркивания какого-то движения, где-то внимание задерживать на каком-то крупном пятне. Ну, я уже картину нового увидела, короче. А вот, да. Инна, вот смотрите, а если такая задача, неожиданно, настроение плохое, дома что-то случилось, и вдруг ты видишь, лежат вот так краски акварельные. Можно взять просто лист А4, кисть немножко, и попробовать нарисовать настроение. В принципе, это же может быть астракция. Теоретически можно, но к моей жизни это не имеет отношения. Я имею в виду вообще просто вот человек, который не художник вообще, не художник, это даже очень полезно. Это просто такая арт-терапия будет. Это необходимо делать даже. А, время арт-терапия. Мы как-то затрагивали эти темы. Время арт, да. Вот он и символизм. Свою радость можно выплескивать на лист, что есть под рукой. Фломастеры, карандаши, краски, пластилин, все что угодно. А вот вы приехали к нам в Могилев. Что за проект? Как вы узнали о нем, как вы попали к нам? Я была приглашена куратором, нашим арт-куратором Оксаной Евдокименко, за что ей безмерно благодарна. С радостью откликнулась. И как Могилев глазами после Украины, и не только после Романа Киева? Очень светлый город. Очень, очень добрый, искренние люди. Это я говорю, вот то, что бросается в глаза сразу. Художник видит больше всегда и глубже. Да, 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 да. И огромное желание сохранить то, ту вот ценность культуры, которая, вот которая многие годы накапливалась, не испортит и сохранить. У нас была Инна Пантелеймонова. Спасибо вам большое, что вы к нам приехали. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин